Притча народов мира И спросил, «Я ни разу здесь не был, какие люди живут в этом городе?» Старик ответил ему вопросом, «А какие люди были в том городе, из которого ты ушел?» «Это были эгоистичные и злые люди. Впрочем, именно поэтому я с радостью уехал оттуда. Здесь ты встретишь точно таких же», — ответил ему старик. Немного погодя, другой человек приблизился к этому месту и задал тот же вопрос. «Я только что приехал. Скажи, старик, какие люди живут в этом городе?» Старик ответил тем же, «А скажи, сынок, как вели себя люди в том городе, откуда ты пришел?» «О, это были добрые, гостеприимные и благородные души. У меня там осталось много друзей, и мне нелегко было с ними расставаться». «Ты найдешь таких же и здесь», — ответил старик. Купец, который невдалеке поил своих верблюдов, слышал оба диалога, и как только второй человек отошел, он обратился к старику с упреком. «Как ты можешь двум людям дать два совершенно разных ответа на один и тот же вопрос?» «Сын мой», — говорит старик. «Каждый носит свой мир в своем сердце. Тот, кто в прошлом не нашел ничего хорошего в тех краях, откуда он пришел, здесь и тем более не найдет ничего. Напротив же, тот, у кого были друзья в другом городе, и здесь тоже найдет верных и преданных друзей. «Ибо, видишь ли, окружающие нас люди становятся тем, что мы находим в них». «Как плыть?» В поисках ответа на вопрос, как жить, юноша обратился к известному революционеру-реформатору. «Скажи, как мне плыть по этой реке жизни? Что правильно?» «Не будь как все», — ответил тот. «Не плыви по течению в общей толпе серых и безразличных. Плыви наперекор всему. Жизнь — борьба. Рассекай волны, стремись, добивайся». «Преодолевай трудности ради всеобщего блага и совершенствования мира». Юноша кивнул и пошел за советом к святому отшельнику. «Как плыть мне по реке жизни?» — спросил он. «Стоит ли сопротивляться течению?» «Нет», — ответил отшельник. «В этом нет смысла. Река нашей жизни есть Вселенная. Сопротивляться ей значит входить в конфликт со Вселенной. «Отдайся течению, растворись в нем, плыви, и ты познаешь истину единства с мирозданием». Поблагодарил его юноша и отправился к мудрецу. «Скажи, мудрец, как мне жить? Плыть ли против течения, борясь и побеждая, или по течению, растворяясь в потоке мира?» «Эх», — вздохнул мудрец, — «насоветовали тебе много, но суть заключается в том, чтобы плыть не по течению и не против, а туда, куда тебе нужно. В этом мудрость, и разум твой должен быть твоим рулем, а душа — парусом». Эти слова пришлись юноше по душе. Обрадовался он обретению мудрости и пошел домой. А на обратном пути повстречался ему мастер. Разве может помешать лишний совет, особенно когда мудрость уже есть? «Скажи, мастер, как мне жить? Плыть по течению или против течения? Или под руководством разума плыть, куда мне нужно?» «Течение?» — удивился мастер. «Какое течение?» «Извини, я не заметил его. Мне просто нравится плавание». О дружбе По длинной, дикой, утомительной дороге шел человек с собакой. Шел он себе шел, устал. Собака тоже устала. Вдруг перед ним оазис. Прекрасные ворота. За оградой музыка, цветы, журчание ручья. «Что это такое?» — спросил путешественник у привратника. «Это рай. Ты уже умер, и теперь можешь войти и отдохнуть по-настоящему». «А есть там вода?» «Сколько угодно. Чистые фонтаны, прохладные бассейны. А поесть дадут?» «Все, что захочешь». «Но со мной собака?» «Сожалею, сэр, с собаками нельзя. Ее придется оставить здесь». И путешественник пошел мимо. Через некоторое время дорога привела его на ферму. У ворот тоже сидел привратник. «Я хочу пить», — попросил путешественник. «Заходи, во дворе есть колодец. А моя собака?» «Возле колодца увидишь поилку. А поесть?» «Могу угостить тебя ужином». «А собаке?» «Найдется косточка». «А что это за место?» «Это рай». «Как так?» Привратник у дворца неподалеку сказал мне, что рай там. «Врет он все. Там ад. Как же вы в раю это терпите?» «Это нам очень полезно. До рая доходят только те, кто не бросает своих друзей». На мосту Человек, стоявший на высоком мосту, был очень молод. Он многое хотел совершить в этой жизни, но почти ничего не успел. Любимая девушка от него отвернулась. Все его предали. Никому он был не нужен. Все в его молодой короткой жизни пошло наперекосяк, и не было сил начинать сначала. Он сжег за собой все мосты. И теперь, чтобы свести счеты с этой никчемной жизнью, ему осталось сделать всего лишь один шаг. Сутулившись, он стоял на самом краю пропасти, разверзшийся под его ногами, и в последний раз глядел вниз на мельтешение городских огней. Молодой Человек тяжело вздохнул и подался вперед, как вдруг «Добрый вечер!» Неожиданно прозвучал натреснутый старческий голос. «Помоги, чем сможешь, сынок!» Молодой Человек невольно отшатнулся назад от пропасти и растерянно похлопал себя по карманам. Достал бумажник, вынул из него все деньги, которые теперь были ему не нужны, и протянул старику. «Это не мне, сынок!» — ответил старик. «Тут совсем рядом живут две девочки, а не сироты. Голодают, заброшенные и неухоженные. Отнеси им деньги. Помоги, сынок!» Он стоял на высоком мосту, молодой, растерянный, минуту назад готовый совершить тяжкий грех самоубийства, и не знал, что ему делать. «Хорошо!» — неожиданно для самого себя согласился он. «Давай адрес, я отнесу. Эти деньги, — подумал он, — могут стать спасением для несчастных детей. А потом...» «Потом я снова вернусь сюда». И чем дальше молодой человек уходил от моста, тем меньше решимости свести счеты с жизнью у него оставалось. Плечи его распрямлялись, шаг становился увереннее. Он понял вдруг, что не вернется больше на этот мост, потому что всегда можно найти людей, которым будешь нужен ты и твоя помощь. Запомните пять простых правил. Первое. Освободите свое сердце от ненависти. Простите всех, на кого были обижены. Второе. Освободите свое сердце от волнений. Большинство из них бесполезны. Третье. Ведите простую жизнь и цените то, что имеете. Четвертое. Отдавайте больше. Пятое. Ожидайте меньше. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать.